Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Я учу из своей книги «Драгоценные истины» из греческого языка. И сегодня 22 июля. Сегодня я начну учить о плодах Святого Духа. Наша тема называется «Вот что Святой Дух хочет взрастить в вас». Стих на сегодня послания Галатам, 5 глава, 22 и 23 стихи. Плод же Духа, Любовь, Радость, Мир, Долготерпение, Благость, Милосердие, Вера, Кротость, Воздержание. На таковых нет закона. Сегодня я бы хотел уделить внимание слову «плод». Плод по-гречески «карпос». Это слово означает «все, что выросло естественным образом». Например, яблоня производит яблоки. Апельсиновое дерево естественным образом приносит апельсины. Дереву не нужно мучиться и стараться из всех сил. «Ммм, пришло время приносить яблоки». Внутри дерева течет сок. И пока в нем есть этот сок, будут и плоды, яблоки и апельсины. Подобным образом, если в вас есть Святой Дух, в конце концов, вы начнете приносить плоды Святого Духа. Вы помните, что в Библии перечисляются дела плоти. Плод производит дела. То, что производит плоть, утомляет. Это изнуряет. Это убивает человека. Но если в вас действует Святой Дух, и вы не препятствуете Божьему Духу, эта жизнь потечет через вас. И в свое время вы естественным образом начнете приносить сверхъестественные плоды любви, радости, плоды мира, долготерпения, кротости. Все эти чудесные дары Духа делают вас подобными Христу. На протяжении следующих дней, когда мы будем изучать дары Святого Духа, говорите, «Дух Святой, помоги мне, научи меня не препятствовать той жизни, которая течет во мне, чтобы она начала производить плоды Духа и характер Христа». Завтра мы начнем с первого плода Духа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...